В природоохранной организации Западно-Казахстанской области взялись за спасение мальков. Из-за весенних паводков рыба оказалась под угрозой вымирания. Тревогу забили местные жители. Сейчас специалисты определяют, где больше всех водится подводная фауна. Мои коллеги продолжат тему. Трудно поверить, но в этом мутном пруду водится рыба. Жизнь под водой здесь кипит. Весной эту местность затопила. А после того, как вода отошла, мальки остались буквально в лужах. Первыми сигалеток заметили местные жители. Во всех лужах и впадинах остались мальки. Многие из них уже погибли. Это всё, что осталось. Конечно, раньше озёра наполнялись. Но чтобы так в жизни не было. Сразу после тревожных звонков жителей, рыбные инспекторы, отфильтровав водоём, выловили сотни тысяч рыб, чтобы переселить их в естественную среду обитания. Основные виды рыбы здесь – это карась, краснопёрка и линь. Их надо срочно спасать, потому что они попали в этом мелководье из реки Барбастау. Дорог каждый день, ведь при такой жаре вода быстро испаряется. 8 августа выезжали в Куникеткенский сельский округ. Нами, управление рыбной инспекцией, было спасено порядка 7 миллионов мальков. Это карась, карась сазаны маленькие, и выпущены в озеро Аш. Вот мы вылавливаем, бредим вылавливаем, вёдром вычерпываем. Сейчас будем всё это ложить в бочки пластмассы, вот как видите. И будем естественную среду выпускать. Операция по спасению рыб на этом не закончится. Специалистам предстоит выловить и вернуть мальков ещё в несколько малых и больших озёр. В мелководье остались миллион рыб. Асемутешивый, Ерден Желхайдару Лебу, Ладжар Алкасов. Западно-Казахстанская область, 24КЗ.